Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о сывке за домяне, но перед тем, как перейдем к обзору, мы обсудим с вами последние новости. Как оказалось, ребята, Коляся болен, и я так понимаю, что состояние критическое, очень тяжелое. Коляся вообще, он настолько раскрылся, что не может прийти в себя, и даже готов прибегнуть к помощи Олесе Ангеловой. Так и планирует, так и рассчитывает, что медикаменты его не спасут, состояние. Ну вот это критическое, он, понимаете, я не знаю, балансирует между жизнью и смертью. Советы севки он категорически не приемлет к себе и не готов это выполнять, не принять душ, чтобы смыть с себя токсины, как утверждает севка. Ни обильное питье, ни медикаменты, ничего впрок не идет. Одна надежда на Олесю Ангелову. И когда Коляся так и сказал, что придется прибегнуть к помощи Олесе Ангеловой, я изумилась. Коляся, я понимаю одно, что зря ты тратишь время на богомольца. Но, знаете, голый Вася на матрасе, пустой совершенно номер. Зачем тебе столько лет драгоценных, когда ты можешь заниматься с собой, наслаждаться этой жизнью, тратить на то, чтобы изучать гранит науки, изучать медицину, тем более, которая тебе видно, что очень тяжело дается. Можно это все поставить на паузу, вовремя, так сказать, отказаться от глупой затеи и идти на обучение Коляся Ангеловой. То есть, ребята, ну простите, когда медик мелит такую чухню, да, ты будущий медик, и ты говоришь одно о том, что надо обратиться к Олесе Ангеловой, чтобы она меня полечила. Правильно, Олесе, обратись к Олесе Ангеловой еще, кстати, и попробуй пошибать себе на балкон. Почему говорю за балкон? Потому что, да, ребята, жалуются. Команда его хреновая. Вот куколки, паршивки поганы. Единственное слово, которое к ним применимо. Почему? Потому что куча винов у Севки собралась, 15 или 17. Они не хотят сделать хороший подарок, чтобы забрать вины. И Коляся так и сказал, на балкон не присылайте, вины не забирайте, и нафиг оно вообще все Колясе нужно. И когда он сказал после этого за Олесю Ангелову, я предположила, что он готов у нее на балкон взять. Но, ребята, тем более, что ей дать на балкон? Севка кричал, какая щедрая женщина. Я так понимаю, что ей 79, это вот так, понимаете, как два пальца об асфальт. Достала, Коляся дала, и опять-таки реклама сразу похерячит с двух каналов. А если еще и сильно напрячься, можно еще Гаррика Керрика нагрузить, то с трех каналов будут рекламировать исключительно Олесю Ангелову. Но, как оказалось, все намного проще. Коляся, конечно, не халявщик. Он дармового ничего не ждет. Он всего добивается у нас сам, как он заявил. Естественно, ни у кого ничего не просит. И единственное его обращение к Ангелову, это спасти его и поставить на ноги. Потому что, ребята, настолько запущенный случай, что медицина здесь бессильна. Здесь никто, кроме нее, Колясе не может помочь. И вот я думаю, какой на самом деле это будущий доктор? Какой это будущий врач, который подобную пургу гонит? То есть к тебе придет человек, да, с какой-то болезнью придет к тебе за помощью. А ты ему что скажешь? Я тут бессилен. Обратись к Олесе Ангелову, она тебя вылечит и поставит на ноги. Я так понимаю, возможно, это такой долгоиграющий проект перспектива, что Коляся к ней будут отправлять до пациентов и получать с этого откат. Ну, в общем, вот такие последние новости. Срочные, так сказать, новости. А мы с вами переходим к самому обзору. Ну и, конечно, будем с вами обсуждать вот эти бесконечные встречи и покатушки в Днепре. Там еще Коляся полон сил. Здоровый Бугай, который катается туды-сюды обратно. О, боже, как приятно. Пошлая такая шуточка. Ну, что есть, то есть. Приехали, конечно, на Планетную, там же снимали и Севка, и Коки. Поэтому мы с вами обсудим именно видос на канале у Коки. Но первонаперво хочется отметить, как Надька мастерски орудует ложкой. Она у нее, я не знаю, какие-то сальто прям в воздухе выполняет. Надька так высоко ее задрала, что я больше всего переживала, не повредится ли ТВ после Надькиных вот этих акробатических каких-то этюдов. Но нет, мамка выжила и жива, здорова. Ну и следующее мне очень понравилось предложение Севки. Он так и сказал, что надо к вам мамку и Надьку в Киев отправить на пару дней. А он здесь останется с котиком и будет его кормить. Ребята, что самое интересное, вот эту последнюю фразу ему уже не давали договорить. Коляся с Кэрри в один голос. Знаете, вот прям молниеносно. Такое ощущение, что как по команде, как тренировались. Но, знаете, не придумаешь такого, что произошло. Они прям вот, знаете, с надеждой в голосе сразу. Куда? И вот ждут, да, что он скажет. Даже не дали ответить. Сразу вот выдала Кэрри. Коля, да, надеюсь, что не к ней же их отправят. И что самое интересное, ребята, кому нахрен твои бабки сдались? То есть та же Кэрри понимает, что если мамку еще выдержать полбеды, то актив Надьки выдержать это уже за гранью. Мамку можно присыпить. Ей Ротяку забил, и она действительно сразу покемона на боковой давит и никому не мешает. Ее, в принципе, не очень-то видно и слышно. Но Надька это совсем другой гость и номер. Понимаете? Это действительно не каждый сможет выдержать. Одно дело 2-3 часа вместе провести, а совсем другое двое-трое заявленных суток. Но, как оказалось, собираются отправлять именно к Колясе. Коляся идет в отказ, конкретно отрицалого. И так и говорит, не надо мне ничего. Хотя Надька и за мануху кидала манниками и беляшами. Коляся, походу, уже ничего не хочет. И так и говорит, зачем она будет ко мне ехать? Громит, типа, да, мою квартиру. Не добила Монку, так добьет все остальное. Но Надька его успокоила, что если они поедут, она все торбы припхнет с собой. И даже заготовит картошку в духовке. Ну да, ребята, я большего бреда на самом деле не слышала. У нас везде есть магазины. Зашел столица, да, ну что говорить за обычные города, это целая столица. То есть без проблем на каждом углу магазины, базары. Зайди, закупи свежими продуктами и готовь все свежее. Я не представляю, что будет, например, с той картошкой, которая ночь проедет в поезде, как и остальные продукты. Но Надька непреклонна, боится колясиной кухни, но харчи нужно с собой везти. Ну и опять-таки Севка требует, что если они приедут, то повезите их в ресторан Центр Киева. Не помню, ребята, как назвал ресторан. Да, я думаю, не столь и важно. Но вот, чтобы они там отдохнули. И тут же сам добавляет, что они там такой кипиш, особенно Надька наведет, там такой шум и гамбут, что мало им не покажется, ну, остальным посетителям. Мне вот интересно, Севка, бабье твое, почему с ними размахиваться и позориться должны кто-то? Ну вот, если разобраться, мамка еще полбеды. Но обратите внимание на Надьку. Вот вывези ее, да, завези в столичную, да не только в столичную, в любой ресторан. Если там будут отдыхающие, другие, да, посетители, ну, это стыд, позор сидеть рядом с такой бабищей. Первое, это действительно шум и гамбут, потому что Надька не понимает, что такое говорить на пониженных, да. Что такое других людей, приватность, да, то есть, ну, когда за соседним столиком кто-то общается. Надьки всегда везде и очень много. Второе, да, это ее прием пищи. То есть там нет элементарных каких-то правил приличия и понимания какого-то, ну, самого обычного этикета. Понятно, никто там не требует, чтобы она знала, какая вилка, да, каким блюдом подается, какой нож и так далее. Ну, хотя бы элементарные правила поведения за столом. И выехать с ней, это действительно стыдно, это позорно. Я бы, ну, действительно стыдилась вот с такой женщиной сидеть рядом. Потому что, ну, я думала о том, да, вот сейчас подумают, что я с ней, а она со мной. А если ее, не дай бог, еще сейчас мне там типа по возрасту в мамы запишут. Ну, такое себе, понимаете, удовольствие. И возникает у меня вопрос, Севка, почему ты, когда с ними был в Киеве, не тягал их по столичным ресторанам? Вот взял бы мамку, взял бы Надьку, колясеньку, и вчетвером приехали в какой-нибудь ресторан отдохнуть. Показали бы, да, самые лучшие рестораны Киева, столица, центр города. Вот пусть бы они и отдыхали. Но при тебе, в твоем присутствии позориться так вам. Почему вы свою головную боль перекладываете на кого-то? Ну, и дальше, как всегда, Севка троллил, троллил Надьку, и Надька так и сказала, Гарик, вот скажи мне, что хотеть от чужого, когда есть вот такое свое? Так вот именно, Надька, ты с этого и начинай. Что все, что с тобой происходит, и вся та слава и репутация, которая у тебя появилась, да, именно на Ютубе, все это исключительно благодаря своему. И когда ты открываешь свое потякало на людей, ты подумай, кому ты этой славой и репутацией обязана. Никак не зрителям. Зрители реагируют исключительно на то, что им показывают. Но от режиссера, постановщика, да, так сказать, и зависит конечный продукт, который мы, зрители, увидим и получим. То кино, которое нам покажут. Именно от него зависит, да, что продемонстрировать тебе. Он мог показать совершенно другого формата женщину. Но нет, именно он все сделал для того, чтобы к тебе были вот такие вот какие-то презренные низменные чувства. Поэтому ты правильно сказала, что от чужих нечего хотеть и нечего им предъявлять, как ты это любишь делать. Ты возьми и попробуй хоть раз жизни предъявить севке. Ведь именно он это с тебя вылепил и сотворил. Ты у него в руках была как глина. И можно было с тебя, да, слепить нечто интересное такое, какую-то, я не знаю, возможно, вазочку, фигурку, горшочек, скульптуру и так далее. Но он вылепил с тебя кучу говна. Вот именно, знаете, как рукожопу, которого ничего нет. И он вылепил, да, вот, не получался никакой шедевр. И он вылепил с тебя то, что вылепилось. Вот просто куча навозная. И виноват в этом никак не зритель, а виноват именно севка. Ну, понятно, что у тебя кишка тонка, и ты знаешь, что руку, которая тебя кормит, что-то предъявлять ему. То ли дело зритель. Вот там гавкой не хочу, потому что ответки не будет. А ты вот так вот, как ты кричишь, руки отсохнут, утром расшепа не встанешь. Ты бы вот так севке сказала, что руки у тебя отсохнут, телефон в руках держать и вот так меня снимать. Завтра не встанешь. Завтра язык у тебя там на груди, на плечи вывалится. Ну, вот возьми хоть раз, рискни своим здоровьем, и своей жизнью вот это севке преподнести. Ну, и дальше Надька благодарит Гаррика и Керрика, что спасибо, типа, вам за то, что вы нам сделали такой праздник. Надька, а какой вам праздник сделали конкретно Гарик и Керри? Вот они гости, их привезли, их вовзи, да, по Днепру катают, и они катаются. То есть ты благодаришь за то, что тебе дали повод в очередной раз нажраться, потому что так оснований нет, а так есть повод. Гости приехали. И опять-таки, какой вам создали праздник? Я праздника, например, абсолютно никакого не пронаблюдала. Я пронаблюдала, как толпа людей глумится с тебя одной, потому что ты дурная, глупая баба, и каждый из них это понимает. Ну, и дальше, ребята, Коляся. Вот здесь, да, уже начинает жаловаться на горлышко, и для пущей убедительности он как раскрыл, вы понимаете свою пасть, а я понимаю, что рот он открывает очень профессионально, прям понимаете, ну, не каждый так широко сможет его открывать, как это демонстрирует Коляся. И после этого Севка рассказывает, что он окружает себя умными людьми. Вот смотришь на этого полудурка в 34, да, который потякал вот это свое открыл, и что он, я не знаю, хотел нам показать, что мы там должны были увидеть, но показал, так показал. Вот эту расширепу Надьку и папе посмотришь, я понимаю, какие, знаете, вот люди, умные, интеллектуалы Севку окружают. И я вам скажу больше, я понимаю, в принципе, по факту, почему он себя ими окружил, потому что такие, как Алексей, вот этот второй мужчина, ребята, напишите в комментариях, не помню, как зовут, который маму досматривает. Вот я просто редко его смотрю, я его не обозреваю, но вот видно, что дядька, да, умный, там, интеллектуал. Так вот, с такими людьми Севке неинтересно, он не может на их фоне выигрышно выглядеть, он не может на их фоне самоутвердиться, потому что это образованные люди, это люди, которые умеют себя преподнести, да, преподать, которые, понятно, знают, да, культуру поведения и так далее. То ли, да, вот такие трешники, как Надька, Коки, Артемка, вот здесь, это, понимаете, непаханное поле. И Севка, естественно, на их фоне выглядит, ну вот, намного, понимаете, выигрышнее, хотя бы потому, что может сформулировать предложение и родить какую-то мысль, в отличие от них всех. А вот такие варианты, как Алексей, это проигрышный вариант. На их фоне ты выглядишь очень тухло и тускло, и действительно видно, что твой интеллект намного, намного ниже, чем у них. Поэтому, естественно, Севке интересны именно вот такие друзья. Поэтому тех друзей он вот просто где-то потерял. Понимаете, что, в принципе, по факту о них не было не видно, не слышно. Ну и, кстати, Коляся еще добавил, что Кэрри ему сказала, что это похожи его симптомы на ангину. Я так понимаю, Кэрри медик. Поэтому она, глянув своим профессиональным взглядом, сразу понимает первые признаки ангины. Кстати, Коки, непонятно одно. Ты же вроде учился в медучилище. Сейчас учишься в богомольце, но у тебя даже элементарных каких-то медицинских азов и навыков нет. Вот от слова вообще и совсем. Ну, не знаю, не определить у себя, да, какое-то ОРВИ или начало ангины, но у вас же тоже в медучилище, да, в медлицей чему-то учили. И я, кстати, знаю, что достаточно по Днепру это неплохое училище. Там очень много выпускают толковых ребят, да, девчонок. И вот так подосрать это, да, лицей мог на самом деле только Калямба. То есть, отучившись какое-то количество лет, он не знает элементарных основ, которые, в принципе, он должен был бы знать. И при этом, при всем, конечно, нас убеждает, что в богомольце Каляся поступил исключительно сам, исключительно сам учится. Ну, а мы, конечно же, как всегда, верим. Ну, и дальше очередные претензии к Надьке. Каляся так интересуется, нет ли у них вместо красной икры, черной икры, он очень ее полюбил. Но Надька сказала, не ма, шо ма ему, те ма ему. Каляся, мне интересно, когда ты полюбил черную корку, с каких пор? Можно подумать, что тебя, понимаешь, с детства ей кормили, и ты очень к ней привыкши, и действительно ее любишь. Ты ее ел два раза в своей жизни. Один раз, когда она на шару вам зашла от Алины, а второй раз, когда тебя Гарик ей накормил. И вот когда у тебя успела такая любовь к черной икре появиться, действительно, загадка и непонятна. А во-вторых, Каляся, сделай ты рожу лица, морду лица попроще, и будет тебе счастье. Любишь икру? Почему ты не купил икру? Черную, такую, как ты любишь, не угостил себя, не угостил остальных гостей. А здесь настолько пафоса. Я люблю черную икру. Кстати, почему твоя мама с папой не подготовили к твоему приезду черную икру? Очень было бы интересно услышать. Ну и дальше, ребята, требования последовали от мамки. Как оказалось, мамка требует, чтобы Кэрри Каляся сформировала хорошую закусочную тарелку, так как Каляся будет пыть. А коль будет пыть, нужно, естественно, закусывать. Ребята, когда мама включила хлебосольную хозяйку, понимаешь, типа побольше ложи, это же мужики, да, чтобы они наелись, я очень дико смеялась. Мама, у меня единственный вопрос, а что с вот этого всей поляны сделали лично вы? Своими, так сказать, собственными ручками. Вы могли, например, запросто перебрать мясо на холодец. Для этого зрение в вашей принципе осталось бы не задействовано. Вы могли бы запросто на терочке натирать овощи на шубу. Для этого тоже ваши глаза были бы по факту никак не задействованы, потому что любая хозяйка, которая готовила постоянно есть, как вы заявляете, да, по 9 салатов, и любовница в том числе, кормила троих детей с закрытыми глазами. Может натереть морковку, да, буряк, там, яйца, картоху и так далее. Даже с закрытыми глазами мне кажется, можно не спеша сделать нарезку, ничего при этом не видя. Ну, то есть, я имею в виду нарезать, да, на кубики. Так вот, когда она включила вот эту хлебосольную хозяйку, типа побольше, побольше добавляем мужикам еды, понимаете, и при этом ни хрена не сделала, вот это было очень весело. Ну, и дальше Кэрри пыталась попросить себе тарелку, чтобы положить туда половинку беляша, к которому, кстати, по факту, она так и не притронулась, как ни к одной другой еде. Я не знаю, ребята, что ее смутило, либо она брезгует Надькой, возможно, слышала какой-то посторонний запах, возможно, ее руки, да, она видела, как там рот вытирается и так далее, но действительно, если ее муж уплетал за обе щеки, как в принципе и все, то единственный человек, кто не притронулся к этой еде, это была Кэрри. Я так понимаю, что действительно, что-то ее напрягло в этом. Я бы тоже не уверена, что с Надькиных бы рук я ела. Так вот, да, когда человек попросил тарелку, да, блюдечко какое-то, чтобы положить эту половину беляша, Каляся ответил, с тарелками напряженка, бери салфетку и туда типа вали этот беляш. И вот здесь интересно, мама, хлебосольная хозяйка, да, к тебе же вроде приезжали всегда люди. Как можно было распродать посуду до такой степени, что по факту у тебя не осталось абсолютно ничего. Ведь если разобраться, у тебя собралось всего лишь шесть человек. Шесть. Не шестнадцать, не двадцать шесть. И ты шесть человек не смогла обеспечить тарелками. Вот это действительно хозяйка от Бога. Обычно женщины, наоборот, да, собирательно относятся к посуде. Все любят посуду, там, тарелки, да, и так далее. Ну, в общем, девочки, не мне вам говорить прекрасно, все все понимают. А здесь настолько быть безразличны к этой посуде, чтобы распродать все напрочь. Ну, и дальше, ребята, вот задрал еще момент в Надьке в том, что вот это приезжайте к нам чаще, приезжайте к нам чаще. Надька, да кому ты впала к тебе приезжать? Что значит к нам? Они приехали в квартиру, ТВ и Севки. Они не к вам приехали, и ты должна четко это принять уже, понять и осознать. Ты там никто, ты на птичьих правах. Сегодня можешь быть ты, а завтра другая, третья, пятая, десятая. Так же, как вот коляса на птичьих правах, так и ты на птичьих правах, а они у себя в доме. И повторюсь, приезжали не к тебе, ты им нафиг не всралась и не нужна. Приезжали конкретно в гости к ТВ, а ты с этим своим приезжайте к нам в гости. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение обязательно еще будет. Ну, а я пока со всеми прощаюсь, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok